В эфире программа Вопрос-Ответ. Меня зовут Татьяна Цепелева. Здравствуйте. Они должны идти по бедным строям в любые времена. Бессмертный полк пройдет в этом году в Ростове-на-Дону в традиционном формате. Напомним, последние два года шествия Бессмертного полка проходили в онлайн режиме из-за пандемии коронавируса. Если коснуться истории, существует полк с 12-го года и создан был в Томске по инициативе журналистов. Тогда на параде 9 мая горожане встали в строй с портретами родных фронтовиков. И уже потом к ним присоединилась вся наша страна. Сегодня гость нашей студии, руководитель поисковой организации МИУСФронт, координатор Бессмертного полка в Ростове-на-Дону Андрей Кудряков. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, дорогие земляки. Здравствуйте, дорогие однополчане. Андрей Юрьевич, ну расскажите, пожалуйста, вот сколько лет уже ростовчане выходят на улицы города? И давайте поговорим о истории создания в Ростове-на-Дону Бессмертного полка. Вы сказали 2012 год в Томске. Так вот, в 2012 году и в Ростове-на-Дону, это был третий город, Томск, Москва на Поклонной горе и в Ростове-на-Дону в 2012 году состоялся Бессмертный полк. Состоялось шествие. Оно, конечно, было не таким большим, как сейчас, потому что в нем принимало участие всего порядка пяти тысяч человек, но это были действительно выдающиеся люди. Это были представители наших землячеств, диаспор, донских. Это были студенты Южного федерального университета, молодежь, поисковики, донские журналисты, благодаря которым, собственно говоря, полк, в том числе и в Ростовской области, дан был старт ему. Поэтому действительно это была незабываемая атмосфера, радостная такая вот атмосфера мая 45-го года. И вот до сих пор вот мы как вот ту атмосферу вот ощутили и стараемся ее, конечно, хранить и беречь каждый год. Атмосфера добра, атмосфера памяти, атмосфера, безусловно, такого какой-то приподнятости вот духа нашего вот патриотического. Поэтому это действительно вот тогда зажглось в 12-м году и до сих пор вот разгорается, разгорается пламя вот нашей памяти. И мы его в бессмертном полку очень так вот сильно храним и бережем. Вот вы сказали, первый год порядка пяти тысяч человек вышли на улицы города. Какая реакция была вот у зрителей, у горожан, у власти? Все-таки это что-то новое было? Я очень хорошо запомнил реакцию ветеранов наших. Для нас это было самое дорогое. Ну, наверное, ветераны — это вот первые люди, которые вот настояли. Вот явление тогда было новое, неожиданное, а День Победы уже достаточно традиционно сформировался как явление. И вот ветераны настояли, что мы хотим, чтобы бессмертный полк был у нас. И для меня была важна обратная реакция у них, у тех людей, которые воевали, которые видят своих боевых товарищей, которых мы несем в наших рядах. Это были слезы, это были цветы. Вот впервые вот не мы дарили ветеранам цветы, а ветераны дарили нам цветы в память о своих боевых товарищей, чьи портреты мы несли. И для нас это было самое дорогое. Поддержка ветеранов. Сейчас, конечно, их гораздо меньше, вот в разы меньше. Сейчас те ветераны, которые были тогда для нас учителями, которые тогда благословляли наше шествие, сейчас уже портреты их мы несем в своем бессмертном полку. Но их напутствие, их поддержка до сих пор очень-очень важна для всех нас, участников шествия «Бессмертный полк». Два года «Бессмертный полк» был в онлайн-режиме. В 2019 году сколько человек присоединилось к акции в Ростове? Это было, конечно, невиданное шествие. Я смотрел и съемки с квадрокоптера, и съемки с высших точек нашего города. Река, просто вот буквально вот дон, который вот рядом протекает, вот такой же людской вот дом, людской поток, шел по нашему центру, по нашей театральной площади. 102 тысячи ростовчан, гостей нашего города приехали, чтобы принять участие. Более трех часов, наверное, вот он длился, шел по нашему городу. И люди действительно вспоминают об этом. И вот эти два года, когда «Бессмертного полка» не было, они жили вот этим воспоминанием вот этого действительно величия, вот этого действительно народного единения, которое было вот тогда вот. Вот сохранение в каждой семье личной памяти о поколении, прошедшем через войну, это главная задача «Бессмертного полка». Вот расскажите, кого чтят в вашей семье? Это те люди, чьи портреты мы несем в строю «Бессмертного полка». Это мой дедушка Кудряков Василий Иванович. Он, кстати, воевал здесь, участник битвы под Москвой. Потом переехал сюда, соратник Цезаря Куникова, комиссар отряда Азовской флотилии, который участвовал с Цезарем Львовичем здесь в рейдах в тыл врага и имеет награды, в том числе за бои на Дону здесь и участник высадки в Малой земле. Конечно, ранения не позволили ему пожить подольше. Он умер, когда я еще не родился. Но, безусловно, у нас память о нем очень сильно хранится. Другой мой дедушка Ткачев Евгений Андреевич. И он как раз родился здесь, у нас на Дону. Здесь тоже воевал танкист 51-й армии. И бабушка. Они познакомились в Сталинграде как раз-таки в самое-самое жесткое время Великой Отечественной войны. И я объединил их портреты. Они вместе на одном портрете. Она была медсестрой. Она действительно вытаскивала раненых, лечила в медсамбате. И это мои герои. И я действительно простые солдаты Великой войны, которые, в общем-то, действительно прошли по полям сражений с 41-го по 45-й год. И я могу, конечно, о них очень много рассказывать. И рассказываю о них, потому что очень много. Ой, действительно, моряк, расскажите. Мы не знали, что здесь моряки воевали. Вот. Я рассказываю и о Цезаре Куникове, и о других морских пехотинцах. Рассказываю и о другом дедушке. И слушаю те же истории невероятные. Поэтому, если вы придете, я надеюсь, что вы придете в строй бессмертного полка, вы услышите настоящую правду о Великой Отечественной войне. Настоящие истории, семейные истории, невероятные истории по какому-то своему драматизму. Или, наоборот, сентиментальности. Вот, если бы у нас было побольше времени, я действительно рассказал свои семейные истории здесь. А это действительно очень замечательно, когда два человека в Сталинградской битве. Танкист живет три дня, месяц раз живет один день. Это статистика, страшная статистика. И они встречаются, влюбляются, не женятся, не играют в свадьбу, хотя очень хотелось. И дали себе друг другу как бы обещание продержаться, чтобы то ни было до конца войны, и только потом сыграть свадьбу. Что они и сделали. Вот я думаю, что любовь хранила вот действительно вот этих рядовых Великой войны, берегла их и сберегла, собственно говоря, благодаря вот этой вот любви, благодаря вот этому вот какому-то такому чувству. И я сейчас сижу здесь перед вами. И поэтому действительно вот очень важно слышать эти истории, понимать и делиться, и находить их в семейных преданиях, находить фотографии, узнавать что-то новое. Потому что до сих пор молодежь в семейных архивах, в пыльных альбомах семейных находят уникальные истории, уникальные фотографии. А благодаря интернету узнает очень много нового, потому что архивы Министерства обороны сейчас отцифровываются. И о каждом фронтовике можно узнать, или скоро можно будет узнать, очень много новой информации. Ну согласитесь, еще очень приятно видеть молодежь в рядах бессмертного полка. Очень много школьников подрастающего поколения. Да, у нас очень молодежный бессмертный полк. У нас действительно бессмертный полк, полон молодых людей, которые с удовольствием идут. И с гордостью несут портреты. И с гордостью. И ты спрашиваешь, и они рассказывают просто взахлеб о своих прадедушках, прабабушках, о своих фронтовиках. И очень много даже встречается, которые в честь назвали ребят. Это мой прадедушка Ваня, меня тоже Ваня. И смотришь, даже есть портретное сходство. Настолько действительно это захватывает. Мы хоть с вами и говорим про полк, но когда видим, сколько людей выходит, это целая армия, да? Да, это далеко не полк. Полк это такое вот, наверное, литературное название, которое отсылает нас еще во времена Средневековья, формирование нашего государства. Слово о полку Игореве. Вот, это дружина, это же тоже как бы не полк. Поэтому полк это скорее такое вот название более общее. А сейчас это уже далеко не полк. Это действительно там армия, причем армия, которая идет по всему миру. Даже не у нас в стране, она уже далеко за пределами. И вот Бессмертный полк онлайн, который был два года подряд, он объединил огромное количество ростовчан, которые не живут по разным причинам у нас, даже в стране, не то что в городе, но которые присылали фотографии своих близких, чтобы в Бессмертном полку онлайн, в Бессмертном полку Дона показали их фронтовиков, их героев и очень много интересных историй. Даже удивительно, что человек, находясь там в другом континенте, в Австралии или там в Индонезии, проживая там, привез с собой фотографии и там их хранит очень бережно. 9 мая празднует, а узнав о том, что мы проводим и онлайн-шествие, прислал интереснейшие истории, прислал эти фотографии, и они стали все равно в виртуальном Бессмертном полку вместе с другими героями. Очень много историй на сайте официального Бессмертного полка. Конечно, конечно, конечно. Мы планируем и сделать и отдельный сайт, и очень сейчас хорошо этим плодотворно занимаемся, Бессмертный полк Дона, где мы и по районам, и по станицам разобьем всех-всех наших фронтовиков, соберем эти истории, и это будет действительно такой большой, очень виртуальный наш региональный проект, я думаю, который постоянно будет развиваться и пополняться. Давайте поговорим об организационных моментах. Где, когда, во сколько пройдет Бессмертный полк в Ростове-на-Дону? В Ростове-на-Дону есть такая вот уже сформировавшаяся традиционная точка нашего сбора. Это площадь Карла Маркса. 9 мая с 8 до 11 часов утра мы собираемся на площади Карла Маркса, чтобы встать в строй Бессмертного полка. С 9 часов начнется движение колонн в сторону театральной площади. Но что же будет все эти часы на Карла Маркса? Это будут и возложения цветов, потому что там у нас находится вечный огонь, огонь памяти. И уже стала такой доброй традицией нашего полка приходить туда 9 мая с сиренью. Наш цветок, символизирующий победу, символ победы, да. И буквально вечный огонь утопает в этой сирене. Поэтому, если вы приходите, не забудьте букетик сирени простой. Везде можно нарвать или купить, выручить бабушек. Так что кладите сирень к вечному огню, становитесь в строй. Там будут и концерты, и солдатская каша, и общение. Конечно же, песни военных лет в колоннах у нас традиционно идут очень много гармонистов, очень много народных коллективов. Это всегда песни, фронтовые песни, которые пели наши герои. И мы их, конечно, идем, когда в строю, мы обязательно тоже их поем. Так что учите фронтовые песни. Ну и, конечно, много спрашивают, особенно к тем, кто первый раз становится в строй. Какая-то, может быть, регистрация нужна, что-то, может быть, нет. У нас действительно народное движение, поэтому никакой регистрации не нужно. Единственное условие, очень важное условие, это прийти с портретом своего героя, своего фронтовика. Это вот единственное условие. Приходите, можно прийти с семьей, принести один портрет, а можно два портрета принести. Бывает и такое. И причем мы специально сделали, что никакого формата этого портрета нет. Можно, в принципе, самому сделать этот штендер, этот портрет. А можно заказать, огромное количество предприятий рекламных делают, помогают. Это совершенно недорого стоит. Также в МФЦ можно совершенно бесплатно распечатать с фотографии портрет своего фронтовика. Вам это помогут сделать и самостоятельно. Уже можете, как вам хочется, оформить этот портрет и прийти 9 мая на Карла Маркса. Стоит заметить, что вход в бессмертный полк из соображений безопасности только с одной точки, только с Карла Маркса. И дальше от площади Карла Маркса мы начинаем движение в сторону театральной площади и дальше по Большой Садовой. Какой маршрут? Маршрут Карла Маркса, театральная площадь, там, где к этому времени закончится уже военный парад. И дальше по Большой Садовой до проспекта Соколова. Но уже после прохождения театральной площади вы можете покинуть строй бессмертного полка и продолжить общение с дополчанами на любой из организованных площадок. Это и парк 1 мая, где будет интереснейшее такое стилизованное подвоенное время мероприятие Реорита. Это и Покровский сквер, где будут наши байкеры, мотоциклисты из клуба «Ночные волки» катать детей, фотографироваться на таких интересных мотоциклах. Напротив будет концерт возле музыкального театра. Ну а возле кинотеатра Ростов будет выставка военной техники времен Великой Отечественной, также солдатская каша. Так что огромное. Весь город превратится в центр памяти, где можно после шествия бессмертного полка продолжить общение, послушать музыку, поговорить с однополчанами. Пообщаться с ветеранами. Пообщаться опять-таки, да, с ветеранами, с людьми старшего поколения. Для меня это, конечно, огромная возможность всегда услышать очень много интересных историй. Ну и, конечно, увековечить память о тех наших героях, которые защищали нашу страну и хоронили мирное небо над нашими головами. Ну, к сожалению, однажды мы станем свидетелями того времени, когда не станется ни одного живого ветерана. Как вы считаете, во что тогда трансформируется праздник? А это зависит от нас. Это зависит от нас. Я, когда бессмертный полк начинался, к ужасу стал понимать, что мы теряем 9 мая. Люди перестали до появления бессмертного полка ходить на 9 мая, потому что этот праздник был настолько формальный парад, и все разошлись. Парад, причем в Ростове, очень трудно посмотреть. Там ограниченное количество зрительных мест, то есть буквально там тысяча человек могут посмотреть парад, и люди оказались выключены из торжеств 9 мая. И получается, что праздник уже стал сходить на нет. И поэтому бессмертный полк, я считаю, спас наш самый любимый народный праздник. Если мы продолжим все-таки хранить наше движение бессмертный полк, то будет жить и праздник 9 мая. Если мы сохраним эту атмосферу, это позитивная атмосфера, очень радостная атмосфера, потому что 9 мая 1945 года, можно спросить у любых людей старшего поколения, они говорят, это было удивительное, очень радостное событие, мы до сих пор со слезами вспоминаем этот день. И вот так вот нужно действительно его и отмечать, очень радостно, вот, очень действительно с такой вот большим вниманием к своим фронтовикам. И вот хочется, чтобы вот так же и отмечали наши дети, наша молодежь. И вот мы сейчас формируем как раз-таки вот такие вот новые традиции 9 мая. Я думаю, что вот точно так же, как вот мы сейчас видим, только может быть еще более ярко, может быть еще более интересно. Может быть в Ростове появятся и казаки на лошадях, которые будут символизировать 5-й Донской, наш гвардейский корпус, который освобождал Ростов, освобождал Донскую землю. Может быть еще будет больше военных машин каких-то интересных, то есть может быть будут действительно какие-то интерактивы. Вот, я думаю, что в руках молодежи находится этот праздник, а она не даст его сделать скучным или формальным каким-то. Она будет насыщать его какими-то событиями в память о наших фронтовиках. Что бы вы хотели сегодня пожелать всем, кто вновь выйдет в ряды Бессмертного полка 9 мая? Не быть равнодушными, не быть скучными, не грустить, несмотря на то, что сейчас очень тяжелая ситуация. Быть смелыми, быть решительными и действительно быть достойными наших героев, портреты которых мы несем. Они пережили гораздо больше тяжелого, страшного. Мы сталкиваемся сейчас с трудностями в нашей жизни и очень иногда грустим по этому поводу и думаем, да вот огромное количество дел или настроения нет 9 мая. Но ведь наши герои пережили гораздо более тяжелые времена, поэтому мы должны с них брать пример. А 9 мая мы должны вспомнить о том, как они жили, как побеждали и быть все-таки достойными их памяти. Вот что я хочу пожелать 9 мая. Ну и, конечно, не забывать о них. Это день памяти, это день нашего единства. Поэтому мы должны в этот день быть все вместе. Мы должны в этот день 9 мая быть в строю Бессмертного полка. Андрей Юрьевич, спасибо за то, что сегодня пришли к нам и надеюсь, что очень много ростовчан в этом году присоединится к Бессмертному полку. Я тоже надеюсь. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Это была программа «Вопрос-ответ». Меня зовут Татьяна Цепелева и до встречи в нашем эфире. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова